В этой части подведем некий итог данной серии выпусков. Сохраним файл на сервере, зарегистрируем компонент view и привяжем к новости. И да, с наступающим вас, друзья! С помощью команды создадим символьную ссылку на данное хранилище. Папка Storage будет доступна из папки Public. Теперь через эту папку Public у нас есть доступ к этой директории. В этой концепции я решил удалить отдельное поле для имени файла. Оставим только путь, который включает и имя файла в том числе. Удаляем поле. Вот это поле из таблицы с файлами мы удалим. Пока мы не делали каких-то серьезных шагов, поэтому я откатываю состояние базы на один шаг. Удалилась только связывающая таблица. Давайте еще сдвинемся на один шаг назад. Наши две таблицы удалились. Снова запускаю файл эмиграции на выполнение. Ок. Осталось только поле с именем Puff. Переходим в контроллер. Сохраняем полученный файл в хранилище. Загруженные файлы будут храниться в директории Uploads. Диск будет использоваться локальный, который ведет в директорию Storage. Вы заметили, как мы обратились к полю. Для вас, возможно, более знакомая запись это вот такого типа. Но для простоты можно это делать и вот так, сразу указав имя поля. Данное поле мы получим из компонента. Вот оно формируется с помощью JS и имеет данное имя. То есть слово файл – это имя поля. С помощью массового метода отправляем массив, содержащий поля для заполнения таблицы в базе данных. Поле Title. Вот оно также передано из компонента. Путь, полученный после сохранения файла. Mime Type. И размер. Лучше, конечно, делать так, чтобы контроллер не знал все эти поля, которые мы здесь указываем. Он должен получать и передавать. Например, можно вынести анализ и загрузку файла в другое место. Потом он возвращает информацию о файле и отдельно мы передаем уже полную информацию для записи в базу. Возвращаем из базы значения только что созданной записи. Это поле ID, с помощью которого мы свяжем наши файлы с новостью. Переходим к методу, отвечающему за удаление файла. Удаляем файл с диска. Если ошибка, возвращаем пустоту. Если ошибки нет, переходим к удалению записи из базы. В случае успеха возвращаем информацию. Вот здесь этот параметр мы отлавливаем в компоненте. Здесь при удалении файла мы не удаляем связь. Логично предположить, что при сохранении новости связь тоже удалится. Но тут появляется творческий пользователь, который удаляет файл, но не сохраняет новость. Лучше, конечно, сделать это при удалении файла. Такие мелкие нюансы, защищающие программу от действия пользователя, я пока оставлю на вас. Потому что программист должен крутить свои шестеренки в голове. Иначе он не вырастет как специалист. А будет только повторять, повторять и повторять. Регистрируем наш компонент. Указываем имя и путь. Он находится в папке admin. Чтобы этот код попал вот сюда, его надо пересобрать. Для этого используем данную команду. Эта команда используется во время разработки. Для проекта, который вы публикуете в интернете для общего доступа, существует другая команда. Такие нюансы я периодически публикую в телеграм-канале. Если после каждого изменения JS-кода или стиля вы не хотите запускать эту команду, используйте команду, которая следит за изменениями в файлах. И пересобирает наши писульки, когда это необходимо. Теперь добавим компонент в шаблон. Он будет в форме с новостями. Добавим еще одну вкладочку, в которой будет находиться список прикрепленных файлов. Теперь выводим компонент. Копируем его имя, которое указали при регистрации, и закрываем таким же названием. Если новость, которую мы открыли для редактирования, уже имеет прикрепленные файлы, мы должны их передать. Если связи нет, передаем пустой массив. Передача данных в компонент через шаблон была рассмотрена в серии выпусков Laravel Plus View. В компонент мы передали наши связанные файлы, используя отношения из модели с новостью. Принимаем значение свойства в компоненте. Видите, с помощью данной команды все изменения автоматически пересобираются. Конечно, если бы вы не зарегистрировали компонент, он бы не был бы пересобран, потому что не являлся бы частью проекта. При монтировании компонента присвоим массиву с файлами значения связанных файлов, полученных из шаблона. То есть, когда мы открываем новость для редактирования, мы должны отобразить файлы, которые уже привязаны к новости. Теперь в контроллере с новостями добавим код, отвечающий за создание связи. Сначала метод, который отвечает за создание новости. При передаче данных для создания новости добавим в исключение поле с файлами. В модели я использую массив с защищаемыми полями при массовом заполнении. Поэтому, чтобы не было ошибки, что данного поля не существует, я добавлю его в исключение перед передачей в модель. Далее делаем по аналогии с категориями. Только здесь используем метод для проверки существования, это более правильно. Затем обращаемся к отношению и передаем айдишники файлов, которые нуждаются в связи. Помните, я говорил, что к полю можно обратиться и в виде краткой записи. Поэтому я не пишу, как в примере выше. При редактировании делаем аналогично. Добавляем в исключение. Только здесь сначала удаляем текущие связи с файлами при их наличии. Если поле с айди файлами передано, создаем новые связи. При удалении новости также удаляем связи. Переходим к тестированию. Новые поля добавляются. Создадим произвольное количество полей. Присвоим им имена. Удаляем. Да, удалилось именно то поле, на которое мы нажали. Теперь попробуем загрузить файл на сервер. Для демонстрации прогресс-бара я искусственно понижу скорость. Выбираем файл. Нажимаем загрузить. Процесс пошел. Вроде все без ошибок. Посмотрим в базе. Запись о файле есть. Майм тип и размер получен. В директории он также должен быть. Давайте обновим. Есть. А связи нет. Сохраняем новость. Теперь связь есть. Отлично. Удаляем файл. Файл и записи были удалены. Отношения на месте. Сохраняем новость. И теперь связь также удалена. Вот про что я вам говорил. А вдруг пользователь не нажмет на кнопку сохранить, или интернет отвалится, или он просто закроет браузер. Поэтому такие нюансы надо всегда продумывать. Чтобы вывести теперь для пользователей эти прикрепленные файлы, нужно всего лишь обратиться к отношению и перебрать коллекцию. Перейдем в контроллер, который отвечает за вывод материалов для пользователей. Чтобы уменьшить обращение к базе данных, добавим ленивую загрузку прикрепленных файлов. В лениевой загрузке мы указываем название метода соотношения. Далее открываем шаблон с новостью. И обычным перебором, например, после текста новости, выводим ссылки списком с файлами для загрузки. Чего же не хватает? Правильно. Нужно создать маршрут и метод в контроллере, который нам будет отдавать файл, с необходимыми заголовками. Создаем маршрут. Чтобы не заморачиваться с реквестами и параметрами, сделаем это в стиле ресурсного контроллера. В контроллере сразу будем получать модель. Сделаем его именованным, чтобы проще было к нему обращаться. Переходим в контроллер и создаем метод. Он сразу принимает модель. Теперь нам не нужно использовать вот такую запись. Можно сразу обращаться к свойству объекта. Единственное, нужно подключить нашу модель. Теперь довольно просто. Используя возможность Laravel, возвращаем наш файл к пользователю. Путь до папки Storage. Потом путь до папки Uploads. А дальше поле из таблицы, в котором хранится путь к файлу. Данная конструкция сама сформирует необходимые заголовки для браузера, в том числе MIME тип и размер файла. Возвращаемся в шаблон и добавляем маршрут. Передаем в него элемент коллекции. Проверяем. Создадим связь в административной части. Теперь переходим в новость, к которой привязан хоть один файл. Ага, вот она новость, которую мы редактируем. Пробуем. Ммм, да, не хватает одного слэша, давайте его добавим. Теперь все работает, как мы задумывали. Попробуем загрузить еще один файл. Общую концепцию реализации хранения файлов я вам показал. Теперь у вас есть общее понимание. Попробуйте это развить, например, добавить валидацию, проверку на заполнение полей и обновление имени файла. Может быть позже я сделаю об этом дополнительный ролик. Как же ж больно. Палец аж горит. Ага.